На острове, во-первых, существовали источники с водой пресной, во-вторых, площадь этого острова когда-то была на порядок больше сегодняшней, и отсутствующая вот эта часть суши протиралась почти до материка. Это тоже был остров, он наделялся узкой полоской воды. Это остров Кекова. И на этом острове ликейцы в какой-то момент решились построить город, назвали его одноименно Кава-Кува. Римляне, захватывая города Малой Азии, как вы помните, очень часто меняли фронтическое звучание, и фронтических названий. Кава-Куву римляне произносили уже как Кекова. И остров, и город. И о городе Кекова, на острове Кекова в истории этих мест упоминается до 147 года, нашей эры. Это был момент, когда здесь произошло очередное землетрясение. Историки утверждают, оно было сильнейшим, потому что тогда, понятное дело, города были разрушены. Очень сильно изменились очертания береговой линии данной местности. А остров Кекова тогда раскололся на две части. И одна из них провалилась под воду. А оказалось, что ушла под воду та часть суши острова Кекова, на которой располагался город Кекова. В одной части целый город оказывается под водой, под водами этого пролива. Меньшая его часть сохранилась на суше. Это то, что вы можете наблюдать с левой стороны. Вот кромки водный вверх по спорту. Сегодня максимальная глубина между островом и материком 53 метра. Это значит, что руины города Кекова находятся на этой глубине. Пока говорим о том, что мы видим на суше. Хотя, вот так вот, к водной глади, если присмотреться, видно, что те же руины в зеркальном продолжении смотрятся и под водой. Дома, построенные друг над другом, сообщались с помощью улиц ступени. Вверх по спорту посмотрите фрагменты вот этих улочек. Хотя более яркий пример вот у кромки водной. Ступенчатое сообщение между улицами, между домами. На гладко отшлифованных стенах помещений вы видите, где-то цельное помещение, где-то только лишних очертаний. Вот здесь хорошо видно. Квадратные ниши маленькие. Их использовали для строительства полов и потолков с помощью палок. Ликийцы, напомню, свои города обеспечивали водой с помощью колодцев или колодцев-накопителей. Вот здесь интересный фрагмент у кромки водной. Буквально фрагмент стены фасада. Дверной до оконной проема видим. Как четвертая стена, явно, она была пристроена к помещению высоченного порода. Если вы чуть-чуть вперед посмотрите, Козы, пищевые, домашние. Подлежащие с левгерейкой с противоположной стороны. Ну, а козы потом. Вот сейчас, смотрите, где-то три от пробки водной. Из кустика выглядывает эта конструкция в виде русской буквы П. Дверной косяк какого-то здания. Присмотритесь к фронтону этого дверного косяка. По центру балки горизонтальный рельеф креста. Равноконечный христианский крест. Это то, что сохранилось от небольшой церкви. Христианская церковь в городе Кеково. Как официальное социальное здание. Ни в подвале, ни в катакомбе. И я напомню, что этот город погиб в 147 году. И я также напомню, что христиане получили свои официальные права лишь спустя два столетия. Вот вам хорошее показательство. Ликийцы являются первым народом Анатолии, свободно исповедующей веру христианству на своей земле. Ликийской земле, напомню, это полуостров Теке. Вверх по склону. Кладка стен, фасадов, торцов фасадов. Реставрационную работу археологи здесь не проводили. Все, что вы видите, сохранилось с момента землетрясения. Свои дома они строили, состоя из более чем одного этажа. И вон доказательство. Вверх по склону. Фасадов этажного здания. Сужу по сохранившимся оконным проемам второго этажа. Ликийцы строили колодцы. Римляне соединяли ликийские колодцы с помощью канала и подавали воду во все необходимые точки города. Самотоком. А также строили канализацию. Посмотрите, у кромки водный, ну метр над водой. Проем колодца. Правее от него, от полога, по склону водопроводный канал. А вот как канализация выглядела в ликийских городах благодаря ременам. Вертикальные каналы, которые высекали непосредственно из домов по склону. Все, что попадало в эти стоки канализационные, смывали в море, как и сегодня. Принцип не изменился. Изменилась одна деталь. Появились очистные сооружения сегодня. Капитан наш направляет катер к месту, где тогда-то находился в городе, торговая часть города. Торговали тогда разными товарами, абсолютно разными. Но и жидкими тоже. Жидкие товары в те времена расфасовывали, как правило, в глиняную тару. Представьте такую ситуацию. До момента землетрясения. В складах порта Кекова хранились разные товары. Тюки с тканями, специи, кувшины с маслом оливковым. Мамфоры с вином. Подовой товар всегда был. Вино и оливковое масло. До сих пор. В момент землетрясения город оказывается под водой. Это была катастрофа страшная. Часть порта тоже. Склады разрушены. Товары унесены течениями. Тара торговая. Разбиваясь, по мере падения уже под водой, тоже уносилась туда в год. Но под воздействием солей в морской воде очень многим фрагментом разбившиеся тары торговой удалось закрепиться на месте падения. И особо ярко это видно возле порта. Потому что более или менее сохранилась вот эта площадка, от которой когда-то тянулись пирсы. Она находилась на дырочной воде. Сейчас она расположена на дырочную пирс. И мы сможем пройти катастрофу на этой площадке. И это единственная площадка, которая уничтожила в морской воде. И она будет заметить историю под водой. Я вас приглашаю всем субтитры. Пока.